Шопанга, доброе утро. Короче, я уже пошел, проплатил еще один день. Привет. И сейчас мы будем стирать вот это вот шматье. Мне дал Арсенчик вот такую штучку. Сказал просто вкинуть ее в жерло. Я не знаю, она там сама, наверное, частично растворится. Еще есть Миша. Сейчас Миша скажет привет всем подписчицам моего канала. Миша. Привет всем подписчицам. И баночку. Да какие баночки? Давай, ты что, ты знаешь? Так, ну что, поскольку есть пена, я так понимаю, что штучка свое дело сделала. Я оставил на максимальную стирку 40 градусов, то есть 2 часа. Пускай оно отстирается. Можно пока потешить, поесть и посидеть, поработать чуть-чуть, если желание будет. Что мы кушаем? Помидорчик, огурчик, лук и хлебушек. Который уже больше похож на сухарики. Ну, Мишу, вы видели, да? И вот этот вот красавец-мужчина, кстати, мы с ним одного возраста, он постарше меня на год. Он знает несколько языков. Он имеет гражданство Евросоюза. 8 языков он знает. Английский, испанский вообще безупречный, французский отличный. Я говорю, Миша, блин, а то он ездит по всей Европе, работает, сейчас поедет в Великобританию. Я говорю, Миша, у него внешность, речь вообще. Я говорю, почему ты не хочешь вести блог? Он, я не знаю, мне кажется, я не вижу, как я на этом могу зарабатывать. И я на него смотрю, и, понимаете, вот я просто охреневаю. Есть люди, которым, вот им, богам дано вести влог, вести что-то интересное, рассказывать про это, путешествовать. И они этого не делают. И есть ребята такие, как Бузова, которые поют, пробиваются, и, ну, это типа меня, да, у которого особо талантов никаких нету. Но я как бы решил, что я блогер, я буду ходить, снимать, путешествовать, показывать вам все свои похождения. И это лишний раз доказывает еще одну истину, что человек получает то, что он хочет. Все. Только так. Вот Миша, если бы он начал вести, он бы сразу, это был бы контент шикарный. А, Лешенька идет купить несколько пластиковых бутылочек, чтобы сделать из них органайзеры в рюкзак для техники. Потому что у меня вот эти вот все зарядки, тройники, подножки, подставки, они валяются там, как попало. И я бы хотел, допустим, две-три бутылки пластиковые, в них это все устаканить. И чтобы это как-то не царапало друг друга, не разрывало рюкзак. В общем, привести это в какой-то удобоваримый вид. Значит, я купил две воды, вот такие вот по 11 рублей. И увидел хлебушек и паштетик. И сел вот в этом прекрасном месте, думаю, почему бы пока еще идет стирка, не покушать, а потом не бежать уже в хостел. Поэтому покушаю. Кстати, Миша мне сказал ехать на самую юг, в Андалусию. Говорит, там, говорит, прикольно. Там всегда можно найти работу тоже по сбору фруктов, вот этих вот. Поэтому, наверное, я буду смотреть в ту сторону. Все говорят, вот походный нож, походный нож. Вот самый классный походный нож. Он легкий, он острый. И можно все намазывать, все нарезать. О, красотища. Это птичкам. Все, вон я птичек отправил вот туда. Один кусманчик взял им, кинул, и они теперь там, уже они тут вокруг меня стали ходить. Хлеб, кстати, очень вкусный. Банда, я вам пока покажу. Андрея. Андрей, это плотник. Я рассказываю на YouTube-канал. Андрей, это плотник из Германии. И вот он путешествует, у него мотоцикл, BMW-шка F650 GS Adventure. То есть, это, грубо говоря, типа, как маленький гусь. Говорит, я, говорит, плотник всю мою жизнь. Мой отец плотник, мой дед плотник. Вот, приехал в Украину, потусил тут, и сейчас поедет обратно в Германию. Я только что помог ему сложить тент. Скажем, вот, смотрите, как путешествуют плотники в... Как не как путешествуют, а как живут плотники в Германии. Причем, он работает сам. Один у него свой воркшоп. Он из Штутгарта. Вот такой человек. Причем, он настоящий немец, несмотря на то, что у него такое русское имя. Я написал Ирине Владимировне. Они уже проезжают Хмельницкий, подъезжают. И баночку с-под паштета я не выкидываю, потому что в ней нужно складывать всякую мелочь. Вот так вот. Раз. И кинуть в сумку, и оно не погнется, ничего с ним не произойдет. Ну, максимум, это вот так вот. Это вот было уже. Мне интересно, как Андрюха будет этот вот чемодан тулить. Наверное, так, как мы на скутере ездим. Просто на сидушку и стяжками. Ну, мне больше в голову ничего не приходит. Народ, я разговариваю сейчас и понимаю, что я по-английски. То есть, мне приходится, мне приходится иногда какими-то обходными путями, которые я знаю, говорить вообще-то, это просто позор. Просто позор. Потому что я не общаюсь. Мне начать общаться через месяц-два я начну разговаривать. А так, когда я не общаюсь, настолько тяжело это происходит. оно переключаешься, как бы, да, уже сразу слова подтягиваются. Но тяжело вот так вот раз и переключиться. Именно вот полноценно, чтобы как-то вот мне тяжело, я не знаю. По крайней мере, сейчас особенно учитывая то, что я вообще не общался. Я читаю, да, я смотрю YouTube, но понимаете, одно дело понимать, а другое дело еще и сразу быстренько свои мысли так, как надо доносить. Поэтому практика это все. Так, ну, что там? машинка моя. Одна минута до стартов в космос. Все на посту. Банда, вы дадите мне для белья сушилку, чтобы я его не вешал на перильце? Нет, я могу, но... здесь вот на первом этаже water closet, понятно, туалет. Вот такой вот офигенский. А здесь душ. Здесь душ, то есть они отдельные, а на втором этаже совмещено туалет и душ. вот мне такая тема нравится больше, то есть два человека могут сюда попасть. Ой, Настюшка сейчас будет мне нести, маленькая девочка будет нести большую сушилочку. Давай, все, пальчики, чтобы я тебе езжу. Так, все, и сейчас Алексей Юрьевич на сушилочке на этой шматье как развесит. Ой, ну постирал, надо же посушить. Нет, я тут, а что, можно здесь повесить? Тут будут полыти, а я не хочу, чтобы мне вот эти полы у меня. Так, все, оно сушить будет, или нет? Тут просто в якусь дулю закрутило. Андрюха говорит, можешь вот это позакидывать вовнутрь орешки? Я говорю, да, да. Прошло где-то минут 10 уже. Я все еще закладываю орешки. Ну, теперь ты видишь как настоящий бейкер. Бейкер. Локальный бейкер. И как ты, как ты, как ты, как ты собираешь этот бейкер? А, я понимаю. Окей, окей. Почему вы не купите сады? Следующий раз. Я сделаю это в Украине. Да, я собираюсь для садов. Но я знаю, что в Германии есть оригинальные ракеты. Очень дорого. Так что вы должны купить в какой-то оборудовании? Они сделают это для вас? Для половину цену? В Германии? Да, я спросил, что я назвал. Звучит рестритор только в одной трубе? Нет, нет. Нет? Да, это маленький и это маленький. Для звука? Силенсор. Силенсор, окей. Это цыганский стиль вообще. Да, 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 да. Гипси-стайл. Да, всегда проблемы. Гипси-стайл очень хорошо. Ух, ух. Ух, ух. Да, да. Чипси-стайл. Центр весит очень высокий. Да, да. Центр весит очень высокий. Центр весит, как будет центр масс? Господи, центр масс, как будет по-английски? Да, так раз. Ну вы же практикуете здесь. Вот центр масс, как сказать? Центр масс. Слушайте, я, честно говоря, думал, что это будет более стрёмно. На самом деле, по сути, в принципе, что, кофр, эта штука сверху нормально. Оно как раз в аэродинамическом каком-то мешке будет. Я бы еще, конечно, предпочел бы сумочку на бак такую для документов, для чего-то. Ну, это в принципе и все. Ну и боковые рэки, конечно, нужны на них багажники цеплять. Однозначно. Тем более, что мотоцикл, у него тут очень мощный идет вот эта вот рама назад. И она предполагает нагрузку. Тем более, что, учитывая, что Андрюха ездит без второго номера, вообще отлично. У меня тут места просто куча получается. А! Окей. Андрюха говорит фикчер для ватсапа. Сейчас мы это заделаем. Окей. Изили. Так. Девчонки что, не хотят? Да а че не хотят? А мы тогда так уже вас успеем снять. А уже поздно. Общественное место все. Так. Ага. Так. Ага. Андрюха отчаливает. Уууу, шлем, 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 шлем. Хелмет. а то он так чего это он да уж вот так вот ездят плотники из германии вот настюшка мне сделала вот такой какао с еще с каким-то художественным наполнением сейчас посмотрим должно быть вкусно хотя все знают дашу кофе я кофе я вообще не пью потому что она меня и так бодрит насть а этих нету знаешь вот насыпают эти маршмеллоу инки маленькие до маленькие есть нету а есть а как ты мне насыпешь их в руку я чашку уже отнес о понял видите даже вкусняшки есть точно настя пошла откуда-то притащила его из-за кромов спасибо вообще это у лёши будет типа 2 полу завтрак вы чувствуете меня даже сфоткаю сейчас это я не могу уж это вкусняха боже это вкуснее чем я делаю дома я не знаю у меня так не получается офигенно не знаю может быть настя туда поплевала чтобы она вкуснее было ну блин это все знают да шутку такую да мне просто тетя юля раз каждый рассказывал она когда работала в ресторане клиент один это чего готова без пенки на как поняла пошла туда плюнула такая такую пенку сбила готова так и надо было чем-то на самом деле пишу вы можете подумать да хотел еще одну какао взять какао нету все 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 закончилось шоколада нету ночи ничего нету все все плохо гипс снимают клиент уезжает все я говорю хорошо же хоть одну уз успел прямо как советская столовой быть быстренько стоит 10 этих кружечек успел и все так народ на самом деле я тут очень даже плодотворненько по работал так на изях вот до 4 как бы те знают что у меня мулька желание чтобы работать до 4 до сейчас еще тумбы по делу вот тумбы сейчас по делу еще и пойду может что-нибудь поесть или возьмем я там еще огурчики сможет пойду куплю помидорчик чего-то паштетом уже паштет такой вкусный правда у них там что-то его мало пойду гляну машины такое классное есть намазать на хлеб на хлебушек из овощами может быть сыра возьму кстати сыр и на хлеб классно будет белье мы практически просохла и пахнет приятно не так как вот этот персив у мамы и кстати вот у мамы я не мог постирать нормально здесь я спокойно поставил мне на 220 хлопок отжалось вот парадокс да и спокойно пошел погулял посидел так не цена только шо шорты не просохли это все сухое уже хотел пойти купить паштета потом думаю не не паштета думаю пойду куплю сыра какого-нибудь потом думаю не вкусного сыра такого как я хочу допустим бри я здесь не куплю потом думаю но если я не куплю вкусного сыра бри то чё тогда тогда надо идти купить помидоров нежирной сметаны и сделать салат опять тем кушать есть мы тут можно я не знаю несколько дней так нам вот туда до пущатка мне нравится смотрите она здесь вообще повсюду просто это настолько круто брусчатка брусчатка это украшение просто вот кто бы мне что ничего варю вот пакет куча овощей на 38 гривен и 20 гривен сметана все хлеб есть помидор огурец болгарский перец ялтинский лук хлеб 10 процентная сметана все это все что мне нужно под конец дня так сидел я себе сидел и тут бах кто мне скидывает фоточку ирина владимировна и они оказывается стали прямо тут буквально от меня там 300 метров вообще тут не то что идти здесь скажем так споткнулся и вот пока ты летел это ты вот прилетел в то место где они стали все и нам сейчас вот отсюда вот туда тут до первого поворота и все и мы и мы на месте а а вон она он ванька ага я ж так и знал что они там уже ходят безумная мышь подбирает продукты свечи какой молодец а сам самокатик поднимает правильно так и надо фрует ваня а все думает что там так и такой про он уже вообще такой здоровые иди сюда да я тебя за пучу вряк большой это ты кабан Дай я тебя покручусь, пиво кто-нибудь. А я хочу, чтобы ты у меня уже обыкнулся. Нет. Алёша. Ладно. Смотри, чтоб плохо тебе не стало, а то он такой кабасе. Ой. Всё-таки, жена прожил с ней сколько, столько лет. Семь. Давай так, давай так, нормально пять. Не, ну, слушай, семь. Нет, нормально. А, то есть, всё-таки... Так, ну шо, а я вас ещё оттуда, я смотрю, думаю, так, думаю, безумная мышь. У рюкзак крутой часа. Нет, ты чё? Какой рюкзак, ты чё? А я, а я вот оттуда иду, думаю, так, думаю, безумная мышь сейчас тут возле бабок ходить будет. Смотри. Да, да. Я специально пошла. Правильно, правильно. Правильно, правильно. А я тоже, а я этого салата, слушайте, вы такие загоревшие? Да? А, а я салата себе наделал, наелся и вообще так сидел. Какого мороженого? Ты хочешь мороженого? Я не знаю. Так, кто этот вот магазин огромный? Ты чё? Да, это самый центр. Ты что, я вот тут три минуты мне идти. Вообще, я вон в этот магаз хожу сейчас. Кстати, мы сегодня ехали в Чернавчина на такой большой мороженый. Да, классно. Он ехал вот так сколько? А? Ааа, перезагрузка. Пффф. Давай, 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 давай. Не, я встал. Не, ну вот так, чуть подальше, чтобы ты в камеру блеск. Смотри, какой ты уже здоровый кабан, вообще мощный, огромный, просто пацан. Вон она, вон, смотри, ходит, смотрит, где мы? Увидела хоть? Увидела? Ага. Сразу ходит Ваня, ходит, смотри, так, где, где, где? Выцеливает. Я тебе, я тебе хочу сказать, тебе вот эти очки а-ля безумное насекомое, они тебя, как это, преследуют постоянно. Ты купила, давайте ее сейчас скушаем здесь. Икру. С хлебом. Нет? С яйцами. С какими яйцами? С яйцами. Вареные? Я, кстати, утром здесь ел паштет с хлебушком. Вот прямо на этом, прямо на этой скайамейке. Вот тут вот сидел, а здесь хлебушек и баночку паштета съел. Ага, Ваня, смотри, какой он глаза, что он собаку в кустах увидел, вон еще одну. Или Лесе Украинке, короче, вы, как, я не знаю, где вы были, будем завтра, вы завтра еще тут или что, или где? Мы тут где-то жили, на вот этом вот, тоже площадь какая-то, вы не помните ли это, то ли не, это Ваня. Я что-то такое помню уже, но вроде бы не тут, а может быть и это. Да все похоже одно на другое. Будь здоров, что ты чихаешь? Пауэрбан, железный. И ты вот это вот, дай я гляну. Да дай я гляну. Тысячу миллиампер час, нормально. Кстати, я уже могу говорить букву Р. Нормально, отлично, пойдет. Нормально, Р? Да. Как буква Р? Р. А как ты так смог? Ну, сам научился. Молодец. Теперь я могу рычать и как лев. Да? Я уже могу играть в львы, леопарды и еще в тигры, потому что я уже умею. Нет, а вот у меня есть. А вот у меня есть. Давай, давай Иван Алексеевич, погнали. Сейчас Иван Алексеевич. Так, Степан Сабадаш, Володимир Шабашевич, Леонид Златуловский. Красотища. Клумба вообще очень красивая. Дмитро, Дмитро Хнатюк. Да мама нас увидит. София Ротару, но я показывал уже. Давай, давай, погнали. Какой уже взрослый боец, а? Уже сам поднял, спустил. Вообще. Давай, давай. Ванька, а одной можешь? Можешь? Нет. Можешь. Что-то я сделал только ноль. Я хочу ноль, пожалуйста. Давай, можешь вот туда еще, вперед. Я ничего не хочу сказать, но это не похоже на мороженое. Ты что, Сидор взяла? Нет. А что это? А, я уже испугался, думаю, что ты... Нет, мы такими не занимаемся. Мы тоже не... Смотри, 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 какая красота. Какой закатный этот самый. Да. Ты глянь. Слушайте, какая прелесть, а? Ира сама, сама, сама просто три раза уже. И как какая-то бабка алкоголичка с бутылкой. Она у нее уже упала три раза. Она тут матюкается постоянно, держит ее, не знает куда держит. Ой, внучечка. Бутылочка, что мне упала. Баба, если хочешь, то можешь попробовать. Что, прямо можно? Ну да. Ну, кушай пока ты. Ну, если хочешь. А там потом мы остатки уже, так сказать, всосем, если что. Да. Да какое польское? Кто тебе сюда польское мороженое делает? Как ты так будешь с таким этим? Четыре восемь, наша. Это все из леденцов. Нет, а вот это вот стеклянное, это я знаю. Почему? Вот это стеклянное, сто процентов. Ты думаешь? Думаю, да. Думаешь, нет? Нет. Самый центр, это ж вот, ну, Кобылянская. Да, все, вот самый центр. Это мы тоже в центре? Да, вы в самом центре. Вот пять минут и вы на Кобылянской. Вон, все гуляют, все тусят. Ванька за рулевой. Ти-ш! Вот смотри, здесь целый дворик. Вот, смотри, вон тут тусят, все отдыхают, народ. Так, мы останавливаемся везде. Так, Иру с хостелом сначала обнадежили, сказали, да, можно вдвоем на одно спальное место. А потом Настя позвонила и сказала нет. Все. Дитё отдельное место нужно. И за него нужно платить. Но, но, ребята, Ира, Ира себе нашла такое же самое место, может не такое шикарное, но за 150 рябчиков 200 метров от этого места. 200 метров, поостираться можешь давать мне вещи, да, поостираться можешь давать мне вещи, я их буду за 50 гривен стирать. Мы что-то там, они постирали. Ну все, пошлите. Ярд, да? Ярд, да. Кстати, вот Ярд хостел здесь одна из самых лучших кавиары на Кобылянской, да, одна из самых лучших. Да, я что слышала, ага. Здесь очень вкусно. Я не кофе, я пил какао мне Настя сделала с маршмеллоу, я говорю, насыпь. Ну не насыпь, а я хоть тебе отдельно дам. Ира, я не знаю, как она делает, офигенски. Здесь нету безлюдной улицы. Тут унизенная дорога. Красота. Там у Иры внутри и овощи, и накуплено всего. Ну пошли, пошли, отнесем и выйдем еще. Все, сейчас тогда Ваньку прописи, и мы пошли. Так светится. Красота. Погнали. Сейчас будем Иру путать, как сюда идти. Это же это, мискарада. А вот отсюда каждый день в 12.00 выходит чувак в национальной одежде. И на трубе играет. На все четыре стороны. И мне даже слышно. Мне и куранты слышно эти. А ты пришли и говорю, куда идти? 28.06. Не пугай меня. Куда идти? Где? Водки на палатство. Где? Куда идти? Ира, не пугай меня. Куда? Куда идти? Ты себе человек. Это не надо. Чего? Я что это наносила? Это не то. Это не то. Это не то. Кстати, тут я видел эпикапа такого. Здоровье. Уйди только, я тебя умоляю. Ира, ты на дороге стоишь. я отвел банку в хостел хостел такой себе скажем так такой полу подпольный как какой-то стрим ваты ну все сейчас вот так вот расположился поставлю видео на выгонку телефончик 5-10 минут испадки завтра пойдем в университет гулять так что приключение всей бандой не начинаются продолжаются временно включаются